В небольшом концертном зале в Праге известный чешский органист Лукаш Венделл исполняет на клавесине совместное произведение двух великих композиторов Моцарта и Сальери. В течение двухсот лет кантата считалась утерянной. Как предполагается, никогда ранее перед публикой ее не исполняли. Еще одним соавтором назвали неизвестного до сих пор композитора Корнетти. «Сегодня, спустя более двухсот лет, мы можем услышать композицию, сочиненную Моцартом с Альери и Корнетти. Это не только уникальная находка, но и очень редкий экземпляр. Он показывает, что легенды об их дружбе, вражде и даже об отравлении, существующие в основном благодаря фильму «Амадей», безосновательны». Называется произведение в честь выздоровления Офелии. Его написали в 1785 году по случаю возвращения на сцену известной оперной певицы того времени Нэнси Сторос. Некоторое время она не выступала из-за внезапной потери голоса. Нэнси была первой исполнительницей роли Офелии в опере «Сальери пещера Трофонио» и партии Сюзанны в «Свадьбе Фигара» Моцарта. Кантата попала в Чешский музей музыки еще в 50-х годах прошлого столетия. Однако авторы ее были неизвестны, поскольку произведение было подписано только инициалами. Позже в ходе оцифровки архива подписи удалось идентифицировать. «Это находка исторической важности. Интересно будет посмотреть, как на нее отреагируют историки. Произведение сможет опровергнуть множество предрассудков относительно взаимоотношений с Сальери и Моцарта, слухов об их вражде. Находка также показывает, что они работали в одно и то же время в Вене, работали вместе». Конец XVIII века – наиболее плодотворный период творчества Моцарта. В это время он написал оперу «Дон Жуан» и «Волшебная флейта». «Дон Жуан» и «Волшебная флейта». «Дон Жуан» и «Волшебная флейта». «Дон Жуан» и «Волшебная флейта» и «Волшебная флейта».